Без резиновых сапог здесь делать нечего. В 41 году эти места на границе современных Одинцовского и русского округов партизаны выбрали для штаба не случайно. Густой лес, болото. Неместный человек просто так укрытие не найдет. Впрочем, долго скрываться от фашистов не удалось. Базу партизан разгромили, а их командира Сергея Солнцева захватили. День партизан и подпольщиков. 15 Одинцовских поисковиков отправились по боевым местам. Для них это традиция. Место гибели героя Советского Союза Солнцева и разгромленную фашистами партизанскую базу они посещают ежегодно. Цель наша это место немножечко облагородить, чтобы его не поглотил лес, чтобы оно не заросло мхом и привлечь внимание к тому, что на наших местах, на нашей земле шла кровопролитная борьба. Соответственно, сейчас мы убираем с памятника различные ветки, мох, который уже потихонечку начинает его разрушать. Приводим это место в порядок. Я приехал сюда, чтобы почтить память товарища Солнцева. У меня в семье воевали три прапрадеда. Я считаю, что помнить о Великой Отечественной войне это очень важно. Ведь страна, которая не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Здесь и школьники, и поисковики с опытом работают слаженно, а потому быстро, чтобы отдать дань памяти погибшим героям, зажечь свечу и возложить цветы. Огонь! 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 Разгромленная партизанская база в русском лесу – это реконструкция. Она была сделана в 70-х годах и уже порядком обветшала. В планах у поисковиков провести в местах боевой славы партизан экспедицию и полноценное благоустройство. Евгения Августина, Алексей Медяный, телекомпания Одинцова.